Что говорит Чулпан Кагамадова по поводу моего шашлыка? Ты красивый? Йоуки-пауки! Привет, друзья! За окнами все еще осень, а для нас настала пора вновь вернуться в лето и отправиться в очередной сплав по реке Гауя. Сплав в хорошей компании, наслаждаясь природой, рекой, общением и вкусным шашлыком собственного приготовления. В этот раз мы отправляемся вместе с замечательной актрисой российского театра и кино Чулпан Хаматовой, ее дочерьми Асей Ией и друзьями Адамом, Гошей и Сашей. Когда меня спросили, могу ли я организовать сплав для Чулпан, я, конечно же, с радостью согласился. И получив разрешение вести съемку этого сплава, несколько дней судорожно думал о том, как же отснять и преподнести этот влог, о чем спросить. Ведь не каждый день сплавляешься со столь знаменитым и талантливым человеком. Но потом вдруг остановился и понял, абсолютно ничего не нужно придумывать, я просто покажу все как есть. Ведь ценность и смысл этого сплава и влога, на мой взгляд, заключается именно в этом. День мы подгадали очень удачно. Погода стояла просто отличная, идеальная для сплава и хорошего времяпрепровождения на природе. Чулпан с Асей были в одной лодке, Гоша с Адамом, ну а я был в трехместном каноэ с Ией и Сашей. Мне доверили двух девчонок, как опытному водному туристу. Надо сказать, я был польщен и, кажется, не ударил в грязь лицом. Кстати, Саша, это сестра Гоши, которого вы видели на прошлом сплаве. Их лица тоже могут быть вам знакомы и не просто так. Они герои одного из выпусков передачи Орел и Решка. Их приключения в Токио вы можете посмотреть, перейдя по ссылке сверху. Почти сразу, после нашего спуска на воду, к нам подключилось сопровождение. Эскорт из нескольких уток, что очень нас позабавило, вызвав особой восторг у девочек. Утки подплывали вплотную к лодкам и явно не просто так. Они ждали угощения. Летом на реке так много туристов, что птицы быстро привыкли к этому. Увидев лодки, они срывались с берега, прибрежных зон, выплывали из заросля Соки и догоняли нас. Вопросительно крякали, выпрашивая, ну, вернее сказать, выкрякивая угощения. Пришлось угостить их печеньем и даже чесночными сухариками. Впоследствии чего они следовали за нами еще несколько километров. Сплавляюсь не первый год, но с утином рэкетом встречаюсь впервые. Наш маршрут постоянному зрителю тоже знаком. Он пролегает от Цессиса до местечка Лиготная и его протяженность без малого 18 километров. Впереди у нас, как и всегда, остановка на пикник, но перед этим еще предстоит пройти мимо подводных пещер, нескольких перекатов и насладиться всей этой красотищей. У нас окружила утиная мафия и вымогает печенье. Печенья больше нет. Тихо, тихо, подгребай. Кидай вперед. Маленькая, чесночная. Маленькая, чесночная. Девочки то и дело выражали желание грести. Я не отказывал. Отдав весло, брал в руки камеру и снимал. Лишь изредка давал команды подгребать то в одну, то в другую сторону. Надо заметить, что девочки отлично справлялись, сильные. Я сидела на носу нашего корабля, а Саша посередине. В какие-то моменты я перенимал контроль, направляя лодку под нависающими деревьями или поближе к отвесным стенам песчаника, что вызывало отдельную радость у девочек. Да и у меня тоже. Элиза Хэрмонис. Что понимаем? Что ему делать? Все чувствует, Саша. И вот впереди перекаты, заставившие всех немного напрячься. Тех, кто пройдет их, ждет пикник, шашлык и отдых. Ну а тех, кто нет, что ж, их шашлык мы разделим между собой честно. Шутка. Все отлично справились и уже в скором времени оказались на живописном речном берегу. Оказавшись на берегу, я передал камеру в руки Ии, а мы с Асей тут же приступили к сборке небольшого мангальчика, с чем успешно справились. Ия, получив камеру, тут же понеслась к реке. Я решил оставить эти кадры. Если вам кажется, что здесь слишком много тряски, дождитесь, пока камера окажется в руках у заводного и веселого Гоши. Ты хочешь, чтобы Аса кусала нас? Нет. Как проходит сборка мангала? Просто отлично проходит сборка. Он принимает свои формы. Он становится похож на мангала, и это радует. Шашлычок и маринованный лучок. Они хотя бы мед. Но Аса, зачем? Аса ничего не делает. Яблочки, огурчики, помидорчики. Ярожок мангал, чем привлек Гошу. А остальные в ожидании вкусности разбрелись по берегу. Ёлки-пауки. Было видно, что все просто наслаждаются моментом и отдыхают. Я был рад, что смог предоставить такую возможность и изо всех сил стараться этому не мешать. Особенно Чулпан. Которая, как мне кажется, и так часто в центре внимания под прицелом разных объективов. Все же, наверное, справедливости ради я должен добавить, что Чулпан произвела на меня приятное впечатление. Очень добрая, светлая, приятная в общении. Общаясь кажется, что знаешь этого человека очень давно. Вот так, просто и легко. Нет абсолютно никакой звездности или высокомерия, но здесь, наверное, этого и быть не может. Потому что то, кем она является, результат тяжелого упорного труда. И несмотря на свою, казалось бы, хрупкость и миниатюрность, это очень сильный человек. Я в этом уверен. Вот это все я и почувствовал. Может, блогер из меня и никудышний, но в людях я разбираюсь и ошибаюсь редко. Уж поверьте. Самый такой. Самый вкусный, мне кажется. По крайней мере, он по вкусу, как настоящий. Сколько это стоило в празднике? Ну, где-то евро, евро пятьдесят. На запах, как винор. Да. Нет, на запах, как этот. Чего вы там пьете? Пиво. Пиво. Нет. Что у тебя? Ааа! Кальянка. Нет. Кальян. Кальмодос. Кальмодос. Александра, в столь юном возрасте вы уже знаете, кальян. Кальмодос. Кальмодос. Коньяк. Я поражу. Я пила, пробовала. Чего? Я шампанское пью. Безино пробовала. Красное и белое. Не, возьми только общий план. Мам. Я, шашки не варю. Тут камера попала в руки Гоши. Вы готовы? А тебе можно попереворачивать? У меня же вот такой вот огромнейший. Тут все эти холмы. Вот ставки от вам руки. Вот шашлечок. Шашлечок. Много шашлечка. Саждаю, попробую. А, у меня это есть шашлечок. Вкусный шашлечок. Шашлечок сладенький. А вот его повор. Вот еще один человек. Мне удобнее едь себя. Помогающий ей. Вот еще один человек. Вот мы. О, оттуда мы. Присунули. Вот заглялась сюда. И вот. Вот оттуда. Вот один уже сгорит. Ну, не будем его убирать уже. Почему не сгорит? Вот это. Давай, ребят. Туалет. Вот тут какая-то трачная. Царская лужа. И туда вот неизвестное что. Сойди и поснимай нас, чтобы всех было видно. А туалет? Ну, вот этот шашлечок. Еди ему. Много шашлечка. Да, много. Не горят руки? Очень. А вот я. Я посыплю, наверное. Еди, шашлечок. Еще один человек. Вот второй человек. Господи, а можете вы не кривляться перед камерой? Да. Тут он сам. Хочешь? А реально? Коша. У нас много шашлыка. Очень много шашлыка. Все. Давай мне-ка. Настала пора шашлыка. И тут уж я не мог удержаться и не спросить. Что говорит Чулпан Кагаматова по поводу моего шашлыка? Очень вкусный. Очень вкусно. Хороший пельменик. А, аса! Шот. Шот опни. Ммм. Шо. Ап. Мам, можно не дать нож? Всем рекомендуем нож. Всем рекомендуем нож. Интересно. Шашлик. 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 Папа, папа, папа. Так он нервный. Шашлык. Ребят, вы же понимаете, насколько сильно только что подскочили акции моих шашлыков. Думаю, что самое время открывать шашлычную. Шутка, конечно, но шашлык и правда получился отменным. Те, кто пробовали и Чулпанхаматова, не дадут мне соврать. Наевшись, мы все совсем расслабились. Девочки устроили фотосессию в лодке, а я снимал эту воду, которая каждый раз действует на меня как-то гипнотически. Так, что я не могу оторвать глаз. Просто залипаю и смотрю, как безмятежен подводный мир, как течет вода и плавно колышется водоросли. На десерт тоже шашлык. Поверьте, он для этой роли тоже подходит. Вы еще хотите пожарить? Я его весь пожарю, потому что, ну, чтобы не везти потом, где-то дома живут. Считайте, это десерт. На наши место стоянки стали подходить другие водные туристы. Царила совершенно дружеская особая атмосфера. Как я уже говорил когда-то, мы все здесь ради отдыха, наслаждения красотой природы и это нас объединяет. Поэтому все, словно старые знакомые, здоровались, махали друг другу и что-то кричали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Настала пора и нам отправляться дальше. Попрощавшись с местом стоянки и помахав тем, кто остался, мы отплыли. В какие-то моменты шли тихо, рассматривая берега, а в какие-то вдруг начинали накручивать венделя по водной глади. Было весело. Давай весело. Давай. 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 Давай, ну и неудобно сейчас. Саша, например. И походу получается. Давай. Давай. Как и в прошлый раз, до финиша дошли как-то неожиданно быстро. Так, что Саша даже предложила вернуться обратно. На берегу нас встретил замечательный и вам хорошо известный Янис, который предоставил нам лодки и который подарил чулпан ведерко меда со своей пасеки. В общем, ребята, я думаю, что все получилось и мы не ударили в грязь лицом. Поэтому, возможно, сплав в этой компании далеко не последний. Лично я надеюсь, что нет, но время покажет. Это было потрясающе. Мне просто пришло много сообщений по работе, к сожалению. Да. Это было фантастично. Спасибо. И спасибо за подарок. Это вообще просто все. И накормили. Красоту насмотрели. С ума сойти. Что ты меня слышишь? Ты красивый? Скажи, понравилось? Очень. Да? Ну, накричался? Да. Понравилось. Сейчас будем машину переполнять. Ага. Саша? Я... Понравил спячку. Тебе понравилось? Все-таки встал. И? Понравилось. Особенно было весело крутиться на месте. А! Еще поедешь? Особенно было весело, когда Саша так... Я хребок. Все. И мы. Еще поедешь? А летом не сильнее течение? Ну, нет. Наоборот. Весной. Весной, да. Если дожди идут. Может, у тебя с тоже такого повеселее течение? Да. Тася? Ну, там алгуста. Здорово, да. Еще пойдешь? Конечно. Если будет возможность. Да, обязательно. Ну, все только от вас. Хочется с палатками. С палатками, с костром. Комаров кормить? Комаров кормить? Ну, ты боишься. А сейчас есть такими промежутками. Кто справляет и говорит, нету, нету, а потом нападение какое. Да? Давайте мы лодке поможем. Давай поможем. Давай поможем. Адам. Скажи твои слова. Об этом. Об этом. Об этом. Я очень понравился. Это было очень круто. Так что спасибо. В общем, ребята, такое приключение. Сами видите, это уровень все-таки. Да, Янис? Да. Клиенты у тебя не просто. Да, с Москвы клиенты. Так что обращайтесь. Дорого богато. Дорого богато. Может даже Янис может организовать вам сплав прямо с Москвы или прямо в Москву. Правда, за отдельный счет. Да, да, да. Скидку не спрашивайте. Опасные клиенты, которые скидки спрашивают. Все, пока. Вот такой вот день. Сплав и знакомство с хорошей компанией. Ну и конечно же Чулпан Хаматовой. Всем добра. Ну а мы продолжаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok